Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Вообще вы уже получили ответ от моих коллег. Я думал, что если по какой-то причине вам хотелось задать вопрос и вы хотели получить какой-то ответ, то в принципе, наверное, основные ответы вы уже получили, но поскольку вопрос ваш до сих пор не решен, то я возьму на себя такую смелость. И отвечу вам еще со своей позиции, так как как это видится мне, допустим, да, потому что это, на мой взгляд, достаточно важный момент. Понимаете, в чем штука. Полюбить себя – это путь, который нужно пройти. Вам в первую очередь самой. Но это не работает таким образом, что есть какой-то универсальный способ, универсальный рецепт, воспользовавшись которым вы можете решить все свои проблемы. Это так не работает. И нужно понимать, понимать достаточно хорошо, что у сложившихся обстоятельств есть ваша личная выгода, то есть вам выгодно находиться в таком положении, вам выгодно находиться в положении, когда вы себя не любите. Вам это может не нравиться. Вам это может не нравиться, но вам выгодно. Вам это выгодно. И в первую очередь нужно понять, чем вам это выгодно. В первую очередь нужно определить, чем вам это выгодно. Дальше уже можно будет о чем-то говорить. Дальше уже можно будет смотреть, как это вот то, ради чего вы это делаете, можно реализовать по-другому. Дело в том, что стереотипично, то есть исходя из ваших стереотипных установок, эмоционально, то есть исходя из ваших эмоций, исходя из ваших привычных способов реагирования, например. Да? Вот. Вы привыкли себя обесценивать. Это такой ключевой аспект проблемы. Вы привыкли себя обесценивать. Вы привыкли считать, образно говоря, что с вами что-то не так. Вот вы так привыкли думать, что с вами что-то не в порядке, вы привыкли сравнивать себя с другими людьми. И именно по этой причине, по причине обесценивающих тенденций, по причине не безусловного принятия себя, а любовь к себе это принятие. Вот. Безусловное принятие себя, своих недостатков, своих каких-то особенностей и прочее. Вот. По причине того, что у вас это отсутствует, по причине того, что данная тенденция у вас отсутствует, вы себя и не любите. Вот. Здесь может быть и чувство вины. Здесь может быть много чего. Может быть и страх, и проблемы личной ответственности, которую вы, ну, которую вам довольно-таки тяжело решать. В силу, там, ну, в силу ряда причин, вот. И это некие условия, которые вы себе можете выдвигать, ну, выдвигая определенные условия, по отношению к себе, вы наивно полагаете, что выполнив, реализовав эти условия, вы сможете себя полюбить. То есть, грубо говоря, ну, например, если я буду, там, хорошо ухаживать за бабушкой, да, то, как бы, я буду, там, хороший. Вот. То есть, по сути, вы живете немножко не в своей жизни. Вот. Опять же, если мы говорим про нелюбовь к себе, то это проблематика. Проблематика личных границ. Это вот именно что? Проблема личных границ. Это именно что? Проблема с тем, чтобы сказать нет. Вот. Это такая штука. И эти все аспекты, ну, нужно достаточно хорошо понимать, чтобы уметь отделять себя от других людей. Чего? Пока что сейчас, вы делать, на мой взгляд, не умеете. Ну, не можете, не умеете, не хотите. То есть, это, ну, не так, на самом деле. Не так важно. На мой взгляд, это, конечно. Почему вы поступаете тем или иным образом. Вот. Это то, что я могу вам сказать, опираясь на вот то, что вы пишете. Отсюда, конечно, проблемы и в браке. Это вне всякого сомнения. То есть, отсюда, ну, проблематика брака возникает. Вот. То есть, ну, как бы, очевидно, да, что если у вас есть ряд трудностей, то, соответственно, вам сложно продвигать какую-то вот мобиль. Своего женского же поведение. И, как бы, ну, не получается это сделать. У вас. То есть, вот, ну, вам очень сложно это сделать. Сложно очень продвигать. Значит. Свою модель женскую, женскую модель поведение. Может быть, это фразно опять же с тем, что он, ну, не совсем знает, что это за модель вообще. Вот. Что анализ эта модель представляет. И по этой, может быть, причине. Вот. И здесь нужно работать с модель женского поведения. Ну, и, конечно, анализировать. Необходимо. Сделать анализ вашего брака, да. Ваших отношений с браком. Чтобы скорректировать. Вот. Ваше поведение. Чтобы вы не повторяли ошибок. Значит. Тех ошибок, которые вы можете совершить. А вот. Грубо говоря. Грубо говоря. Ом. Ну, не знаю. Работать с обесценивающими тенденциями, которые у вас есть. Вот. Ну, сделать это можно только если вы реально настроены на работу. Если вы, вот, вы выдаёте запрос свой, да. По факту. По факту. Получается, что. Вы ищите. Вот. Ну, просто ищите. Скажем так. Универсальный способ. Решение своей проблемы. А его универсального способа нет. Потому что у каждого человека свой путь. Свой путь. И вам нужен этот путь. Вот. Вне всякого сомнения. Пройти. Каким бы он ни был. Вот. Каким бы ни был этот путь. Вот. Вот. Примерно. Так. Я думаю. Можно. Вам ответить. На вопрос. На вопрос. Который вы задаёт. Ну, это опять же. Такая очень предварительная. Такой очень предварительный ответ. Вам. Вот. Я думаю, что нужна беседа. Личная беседа с вами. Вот. Для начала. Посмотрите, что вы. Себе. Отдрыгаете. Что вы. Отдрыгаете. Конкретно. Вот. Что вы. Себе не принимаете. Вот. И. По. Какой. Ну. По какой причине. Вы. Себе. Отдрыгаете. Не принимаете. И дальше уже. Можем будет. О чем-то говорить. Дальше. Можем будет. Что-то обсуждать. Вот. На этом. В принципе. Все. Я. Желаю вам. Всего самого. Самого доброго. И. Я надеюсь. Что. Ваша. Ситуация. Будет. Голос. Самым. Лучшим образом. Разрешена. Вот. Вот. Удачи. Удачи вам. Самого доброго. Обращайтесь за помощью. Не затягивайте. Обращение. За. Помощи. Вот. А. Это очень важно. Спасибо.